Как дела? Как настроение? Добрый день. Сюда он приехал, чтобы обсудить с жителями оставшиеся вопросы. Это 21-й микрорайон на подсосинском шоссе Балакова. Здесь расположены земельные участки многодетных семей. По словам местных жителей, сейчас их прежде всего интересуют вопросы по ресурсоснабжению и инфраструктуре. Свет есть? Да, свет у нас есть, вода есть. Вода есть, да? Газ благодаря вам есть, Сан Саныч. Да, да, общий наш. Это вам благодаря. Мы уже живем здесь. Молодцы, молодцы. Комфортно, удобно. Так, а скажите, значит, условия магазин, школа, здравоохранение какой-то, поликлиники, библиотеки? Ну, получается, что вот нам идти до города надо. В ходе рабочих поездок Балакова Николай Панков постоянно встречается с многодетными семьями. Главное, как говорит депутат, найти способы решения возникших проблем. Именно по его инициативе была создана рабочая группа с участием представителей администрации района и ресурсоснабжающих организаций. В микрорайоне теперь подведены все необходимые коммуникации. Идет активное строительство домов. Многие семьи уже переехали в новое жилье. Вот я что-то не пойму, это что, новый лес, что ли, у вас вырастет? Да. Никто не работает на участке, что ли? То есть то, что мы с вами раньше вывозили, это зря, что ли? А это микрорайон 4Б Балакова. Здесь у многодетных семей схожая проблема. Землю для строительства домов дали, но она была захламлена строительным мусором. К тому же не было никаких коммуникаций. Балаковцы обратились к Николаю Панкову. Народный избранник вместе с людьми ищет решение проблемы. Вы расчистите ей, столбы поставьте, как и всем, сделайте хотя бы. Или возьмите, примите решение коллегиально в рамках вашего управления. Те участки, в которых никто не работает, ну поменяйте их тогда, что ли? Ну как-то тоже надо стимулировать, потому что мы не можем каждый день чистить. Вот она не дождется, пока у нее почистят. А там, где расчистили, там никто не занимается. В итоге решено было в первую очередь освободить от мусора те участки, где люди готовы начать строительство. Депутат Николай Панков также напомнил руководству района, что нельзя затягивать подготовку тех заданий и разработку документации для строительства разводящих сетей водоснабжения. Нам важен конечный результат. Конечный результат. Вот сети мы видим, столбы электричества. Это вот конечный результат. Сколько это стоит? Это же не из кармана ваши, правильно? Нет. Поэтому нам это, ну, точнее им это не интересно. А нам интересно в виде даже, может быть, проверки правоохранительных органов. Побывал народный избранник и в селе Натальино. Здесь реализуется проект по комплексной застройке территории, в рамках которого удастся обеспечить инженерные и дорожные инфраструктуры более тысячи жителей, в том числе многодетные семьи, получившие здесь земельные участки. Сейчас здесь все есть. Вода есть, газ есть, свет есть, канализацию делают уже. А жилья нет, людей нет, понимаешь? За каждым рублем мы должны видеть живого человека. Николай Панков отметил, что застройка Натальина включена в госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий. Однако за три месяца выполнено всего 30% от общего объема. А работы в рамках первого этапа необходимо завершить до сентября. Депутат посоветовал местным властям взять решение вопроса на особый контроль. Иначе не освоенные вовремя средства вернутся обратно в федеральный бюджет. Нина Цапайкина, Олег Бирюков, Саратов, 24.